Пять жителей Ненецкого округа стали обладателями квартир, приобретенных по программе однопроцентной ипотеки. Сегодня в Московском индустриальном банке был подписан пятый договор купли-продажи жилья. До конца недели планируется подписать договор еще с двумя жителями города. С момента запуска уникальной ипотечной программы в банки ежедневно поступают заявки, и сегодня их количество перешагнуло за сотню. Чуть более месяца ожиданий, и Сергей стал обладателем двухкомнатной квартиры. В собственное жилье он переедет с супругой и сыном. Первенец появился на свет только вчера. С однопроцентной ипотекой у меня появилась возможность приобрести собственное жилье и уже переехать в свою квартиру. Не платить деньги, как говорится, чужим дядям и тетям, для того, чтобы комфортно жить. По словам управляющего Московским индустриальным банком в Нарьенмаре, на месте Сергея может оказаться каждый. Для этого необходимо подать в банк заявку и пакет документов, справку 2 НДФЛ, заверенную копию трудовой книжки, копию паспорта с НИЛС и НН. В период действия программы банком принято порядка 100 заявок. Весь процесс разделен на два этапа. Первый этап из 100 заявок прошло порядка 30 заявок. То есть банк подтвердил, точнее клиенты подтвердили свое финансовое положение, и банк принял положительное решение. Из этих 30 заявок 10 клиентов уже принесли документы по недвижимости, банк их обработал и принял тоже положительное решение по недвижимости. И эти 10 заявок вышли на подписание документов. На сегодня организация оформила уже 5 сделок. До конца недели планируется выдать еще два кредита. Средняя сумма займа составляет 3 миллиона 200 тысяч и зависит от стоимости жилья и платежеспособности клиента. Как банк рассчитывает платежеспособность? То есть он берет весь доход, делит его попалом. То есть все, что половина, это уходит на кредит. То есть если вы берете, например, кредит 3,200 или 3,500, то платеж по кредиту получается около 18 тысяч рублей. Вот если у вас доход семьи 40 тысяч, то вам вполне можно подавать заявку и вам одобрит банк. В 2018 году банк продолжит кредитование по программе ипотека 1%. Объемы на покупку первичного жилья составят 19 миллионов, вторичного – 92 миллиона. Если спрос населения окажется выше, банк будет ходатайствовать об увеличении выделения средств из окружного бюджета.